Главным ньюсмейкером прошедшей недели оказался КАМАЗ, что сумел задолго до намеченного срока перезапустить производство грузовиков поколения К5, буквально напичканных санкционными деталями. Кроме того, минувшая семидневка принесла целый букет, но не гладиолусов, а социальных новостей. Оказывается, в стране разом изменились правила прохождения техосмотра, программы обучения водителей, методика расчёта ущерба по ОСАГО. Кроме того, у нерадивых владельцев теперь могут отбирать гаражи. И, кстати, о нерадивых владельцах. По слухам, марка Mercedes-Benz готова продать свой российский завод. А за шинной фабрикой Nokian уже выстроилась очередь. Но это дела российские. А в Узбекистане начали продавать новый кроссовер Chevrolet местной сборки. И стоит он, что наша Lada Niva. В начале весны, когда российский КАМАЗ и немецкий Daimler были вынуждены разорвать дружеские отношения, стало понятно, что первой жертвой этого разрыва станут грузовики поколения КА-5, в конструкции которых использовалось немалое количество импортных комплектующих. Ведущий мост, коробка передач, электронные блоки, топливная аппаратура и многое другое приходили от европейских поставщиков. Но после введения санкционных и появления логистических ограничений поток заграничных запчастей иссяк. И грузовой автогигант остался наедине со своими складскими запасами. Предполагалось, что этих запасов хватит максимум до середины лета. Однако часть необходимых деталей всё же удалось заменить на аналоги из, как принято сейчас говорить, дружественных стран, а другую доставить методом параллельного импорта. В итоге сидельные тягачи КАМАЗ-54901 вернулись на заводской конвейер уже сейчас. До конца августа КАМСКИЙ автозавод планирует сделать минимум 40 таких машин, а затем каждый месяц выдавать по сотне двухосников и более. Это, конечно, не докризисный, но весьма солидный объём выпуска. Особенно учитывая цену модели, которая колеблется между 11 и 13 миллионами рублей. С нового года предприятие собирается провести полное импортозамещение, так что выпуск серии КА-5 возобновится безо всяких ограничений. Кроме того, боссы компании сейчас налаживают поставки комплектующих для грузовиков линейки КА-4. В планах камазовцев продлить жизнь этому семейству как минимум на ближайшие месяцы. Между тем, российские перевозчики остались без техники большой европейской семёрки. Это Вольво, Скания, Мерседес и Века и Рено, а также Дав и Ман. И возвращение современных моделей марки КАМАЗ — прекрасная новость для них, так как иначе компаниям пришлось бы закупать китайские или иранские большегрузы. О перспективной линейке камазовских среднетоннажников под названием Компас новостей тоже не поступало довольно давно. Однако, как уверяет пресс-служба отечественного производителя, модель продолжает выпускаться. Более того, недавно крупный московский перевозчик приобрёл партию из 56 бескапотников, выбрав 12-тон на исполнение. Ему полагается 166-сильный турбодизель Камминс и шестиступенчатая механическая коробка. Машины будут доставлять самые разные грузы по городским, пригородным и междугородным маршрутам. Поэтому заказчик отдал предпочтение 7-метровой тентованной платформе вместимостью 16 европолет. Российские известия поспешили сообщить, что китайская компания Weichai Power, опасаясь вторичных санкций со стороны американских властей, прекратила поставки газовых двигателей концерну КАМАЗ. На самом деле, первые слухи об уходе поднебесного партнёра от грузового автогиганта появились около месяца назад. Однако пресс-служба челнинской компании подтвердила соответствующую информацию только сейчас. Уточним, что моторы Weichai устанавливались на метановые грузовики марки КАМАЗ, а также автобусы не ФАЗ. Впрочем, есть осторожная версия, что агрегаты могут вскоре вернуться, но через дружественную Белоруссию. Под Минском вполне бесперебойно работает завод, где успешно выпускается самая широкая номенклатура грузовых вейчаевских шестёрок. Для справки, совладельцем этой площадки является Минский автозавод. По соседству также делаются коробки передач ФастГир, что совершенно неудивительно. Производители коробок ФастГир, двигателей Weichai, а заодно мостов Ханьде — это члены одного промышленного холдинга. Кстати, если китайцы решили не поставлять на КАМАЗовский конвейер свои моторы, то можно предположить, что вскоре автозавод останется без трансмиссионных узлов из КНР. И это весьма тревожная перспектива. Между тем, в набережных Челнах всерьёз рассчитывали на помощь азиатских партнёров. Так, грузовики классической серии К3 планировали оснащать именно поднебесными агрегатами вместо «восьмёрок» собственного производства. Расположенный во Всеволожске-Ленинградской области шинный завод финской «Нокиан Тайрс» заинтересовал нескольких потенциальных покупателей. Как пишет газета «Коммерсант», на предприятие прежде всего претендует нефтехимический гигант «Татнефть». До недавнего времени «Татнефть» сама выпускала шины «Кама Тайрс». Однако из-за санкций вынуждена продала этот бизнес компании под названием «Татнефть и Химинвест Холдинг». 49% этой компании принадлежат правительству Татарстана. Также ленинградское предприятие готов приобрести концерн «АЕОН», принадлежащий бизнесмену Роману Троценко. Это многопрофильный игрок, среди активов которого региональные аэропорты, предприятия речного транспорта, производство азотных удобрений и многое другое. В российском представительстве «Нокиан Тайрс» телеканалу «Автоплюс» заявили, что компания по-прежнему рассматривает различные варианты ухода из РФ, но никаких конкретных решений пока не принято. Что касается самого завода, то он способен выпускать до 16 миллионов разнообразных покрышек ежегодно. Большую часть продукции отсюда поставляли на экспорт. Но сейчас отгрузка за рубеж стала невозможной из-за антироссийских санкций. В начале февраля появилась информация, будто «Черри» рассматривает возможность локализации производства своих кроссоверов на мощностях ульяновского автозавода. А чуть позже появились фотографии, подтверждающие этот факт. Через уазовский конвейер прогнали окрашенный кузов модели Тига-8. Однако недавно УАЗ попал под адресные ограничения со стороны Евросоюза. И теперь, как сообщают ведомости, руководство поднебесного автопроизводителя решило подыскать другую сборочную площадку. Взамен группа «Солерс» готова предложить китайцам конвейер во Владивостоке, где ещё недавно выпускались «Мазды». Более того, как стало известно телеканалу «Автоплюс», представители «Черри» даже осматривали этот завод. Также ходят слухи, что для выпуска кроссоверов Тига рассматривается нижегородский газ, откуда недавно ушли «Фольксваген» и «Шкода». Компания «Мерседес-Бенз» готова продать свой завод по сборке автомобилей, расположенной на территории подмосковного индустриального парка Есипова. Об этом сообщает коммерсант со ссылкой на собственные источники. В нынешний момент конвейер, где прежде собирали седаны Е-класса, на 80% принадлежит головной компании «Мерседес-Бенз АГ», а 20% являются собственностью совместного предприятия «Даймлер КамАЗ Рус». Основным претендентом на покупку издание называет дилерский холдинг «Автодом». Однако покупатель простаивающего сейчас производства, скорее всего, не сможет использовать его для сборки автомобилей «Мерседес-Бенз». В феврале этого года журналистам представили ходовой макет аккумуляторного грузовичка EVM Pro. Им оказался УАЗ Профи, в чрево которого фирма электромобили Manufacturing Rus имплантировала электрическую начинку. Сейчас компания, наконец, подписала специальный инвестиционный контракт. Это значит, что частники обязуются наладить выпуск таких машин, а государство гарантирует взамен определенный набор льгот и неухудшение условий бизнеса. До конца года представители фирмы планируют выпустить около сотни батарейных машин. Уже завершена процедура сертификации основных узлов, а впереди разработку ждет оформление документа под названием «Одобрение типа транспортного средства». Продавать такие грузовики планируют примерно по 4,5 миллиона рублей. Но это без учета 30-процентной скидки, которую покупателю профинансирует госбюджет. Впрочем, заплатить 3 миллиона за аккумуляторный УАЗик захотят явно не все. Более того, производитель исходного шасси, УАЗ, еще не дал своего согласия на поставку машинокомплектов. Впрочем, как сообщили телеканалу Автоплюс представители автозавода, стороны продолжают вести переговоры. Пока ЭМР пытается запустить свою первую модель, на горизонте успела возникнуть вторая — электрифицированный УАЗ Патриот. Правда, в компании заявляют, что она появится позже коммерческой машины. А вот фирма КАМА, единственная задача которой — разработать компактный электрохэтчбэк, не торопится подписывать специальный инвестиционный контракт. Зато торопится спроектировать и выпустить саму машину. Напомним, что разработанный силами петербургского политеха и продемонстрированный широкой публике заднеприводный прототип КАМА-1 признан непригодным для серийного производства. И теперь новая команда работает над совершенно другим автомобилем — переднемоторной переднеприводной пятидверкой. Как отмечает Дром, основную часть проекта выполнила итальянская Torino Design. Это, собственно, дизайн, компоновка и проработка шасси. Но из-за санкций заканчивать начатое КАМА придётся своими силами. Хотя постройку прототипа планируется доверить подрядчикам. Скорее всего, китайским. При этом упор делается на ультракоротких сроках разработки. Испытать первые прототипы должны до середины следующего года. А в 2024-м предполагается собрать серию пилотных экземпляров. Логично предположить, что выпуском КАМА займётся бывший завод Рено, который теперь именуется «Москвичом». Такая электричка может пригодиться службам такси и каршеринга, а также столичному центру организации дорожного движения. С первого сентября начал действовать новый регламент проведения техосмотра автомобилей. Теперь список обязательных проверок легковых машин, грузовиков и автобусов стал короче. В нём вместо прежних 82 указаны только 55 позиций. На пунктах техосмотра эксперты больше не контролируют повреждения тормозных трубок, уровень шума выпускной системы, способность стеклоомывателя подавать жидкость, работу штатного противоугодного устройства и состояние рассеивателей оптики. Кроме того, без внимания останутся потёки жидкости из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, гидроусилителя руля и аккумулятора. Вдобавок отменена проверка аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки. Впрочем, согласно правилам дорожного движения, иметь аптечку и огнетушитель водитель по-прежнему обязан. Тем более, что инспектор ГИБДД вправе прямо на дороге проверить соблюдение этого требования. А единственное новое требование — это проверка подсосов воздуха или утечки выхлопа из системы выпуска. Длительность проверок осталась прежней. Для автомобилиста сохранился получасовой регламент проведения техосмотра. Одновременно заработал приказ Министерства просвещения об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств в соответствующих категории и подкатегории. Новый документ перераспределяет часы практических заданий. В городе ученики теперь будут проводить 38 часов, а на площадке всего 18. Напомним, что каждая автошкола может составлять собственные учебные планы, однако должна соблюдать положение приказа. Чтобы упростить задачу, чиновники публикуют примерные программы. Свежая редакция Гражданского кодекса принесла свои нововведения для отечественных автомобилистов. У тех владельцев, что используют гаражные боксы не по прямому назначению, помещения будут попросту отбирать. Изымать планируются гаражи, в которых складируется мусор, а также если парковочное место незаконно переоборудовано под мойку, мастерскую или шиномонтаж. А с 11 сентября российские страховые компании при расчёте ремонта по ОСАГО начнут учитывать цены неоригинальных запчастей. Стоимость аналогов пропишут во всех ценовых справочниках. Соответствующее решение принял Банк России. Учитывать стоимость неоригинала отныне будут для машин всех марок, независимо от страны производства. Это нужно, чтобы обеспечить равные условия для всех автовладельцев. В Узбекистане стартовали продажи кроссовера Chevrolet Tracker, одноклассников Hyundai Creta и Renault Captura. Новинку отличает высокая, около 50%, степень локализации, а также баснословные инвестиции на уровне полумиллиарда долларов. Цены тоже оказались впечатляющими. В базовой версии паркетник готовы отдавать за неполный миллион рублей. Но это в теории. На практике делать начальные комплектации завод УзАуто Моторс даже не начинал. Потенциальным покупателям рекомендуют оставить письменные обращения. Если таковых наберётся достаточное количество, высоке соберут партию голых SUV. А пока предприятие штампует лишь хорошо упакованные автомобили. К слову, в самом дорогом исполнении машина будет стоить 1 миллион 400 тысяч в пересчёте на рубли. Такой трекер имеет диодную оптику, климат-контроль, панорамную крышу, систему автоторможения и многое другое. Заманчиво, не правда ли? Все кроссоверы оснащаются 130-сильными турботройками и 6-диапазонными автоматами. Притом двигатель также получил узбекскую прописку, на что пришлось потратить 200 миллионов долларов. Напомним, что до сих пор трекеры поставлялись в Узбекистан из Китая. К сожалению, увидеть детище среднеазиатского автопрома на российских дорогах мы, скорее всего, не сможем. Ведь Дженерал Моторс ввёл строжайший эмбарго на любые поставки машин на территорию нашей страны. Нарушение запрета грозит государственному заводу УзАуто Моторс самыми серьёзными санкциями, включая блокировку конвейеров. При таких вводных боссы компании, очевидно, не захотят рисковать. Редактор субтитров А.Сёмкин